Сегодня, 20 января, в районе площади Луговая прошел масочный рейд. Соблюдение мер безопасности против коронавируса проверили во Владивостоке члены рабочей группы, в которую входят сотрудники администрации города, полиции и Росгвардии. Первыми осмотрели автобусы. Специалисты проверили метки о проведении дезинфекции салонов, наличие масок у водителей и пассажиров. Тем, у кого масок не было, напомнили об опасных последствиях такой халатности. Осмотрев остановки, сотрудники полиции администрации Владивостока отправились в один из продуктовых гипермаркетов. Все сотрудники торговой точки, рабочие и кассиры были в защитных масках. Около входа – целлофановые одноразовые перчатки для посетителей и бутылка с антисептиком. За полчаса нахождения в гипермаркете большая часть людей, заходивших в магазин, была в средствах защиты. «Скажите, вы носите маску?» «Обязательно». «Всегда соблюдаете масочный режим?» «Конечно». «А замечаете, другие люди нарушают часто?» «Очень часто. Вчера в автобусе ехала половина без масок». «Вы соблюдаете масочный режим?» «Чаще, да». «Постоянно или все-таки бывают какие-то…» «Не, постоянно, скажу честно». «Мы не имеем права не обслуживать. Мы их обслуживаем, да. Но просим одеть маску». За все время проверки были обнаружены всего несколько нарушителей. Результат оптимистичный. Сотрудники специальной группы говорят, что люди ответственно используют средства защиты. «Практически нарушения, видите, что мы не выявляем. То есть, зашли в крупный торгово-оочной центр, получается, практически все граждане, то есть, все в масках. То есть, в единичном случае, кто заходит, забывает, ну, заходит, забывает их одеть. При напоминании, допустим, сразу достается в кармана маску и одевает. То есть, да, скандальных историй все практически меньше и меньше. То есть, люди начинают, да, более адекватно относиться к своему здоровью и понимают, что действительно, что ковид есть, он никогда не делся. И с ним надо как-то бороться». Екатерина Зверева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.